Китайская теорема об остатках не для целых чисел, а для любого ассоциативно-коммутативного проекса с единицей. Если есть любое кольцо R с единицей, то есть элемент, который промножение любой другой, его не меняет, ассоциативное и коммутативное, и в нем есть несколько попарно-взаимопростых идеалов. Напоминаю, идеал – это множество, которое замкнуто относительно суммирования и вычитания, и вместе с любым своим элементом содержит его произведение на любой элемент кольца. Взаимопростыми называются два идеала, если наименьший идеал, содержащий их, совпадает со всем кольцом. Так вот, если взаимопростые попарно-идеалы, то фактор кольцо по произведению этих идеалов, произведение идеалов – это идеал, который пророжден всевозможными произведениями, когда вы по одному элементу берете из каждого идеала и перенажаете. Фактор кольцо, полученное в факторизации R по произведению идеалов, изоморфно-прямой сумме – фактор кольц А1, А2 и так далее, АН. Для двух взаимопростых натуральных чисел – это классическая китайская теорема об остатках, да и, в общем, для конечного числа попарно-взаимопростых чисел – это китайская теорема об остатках, но, как видите, она равна для любого кольца с единицей. Пунктативная статей М. Давайте это докажем. Начнем с очень простого значения. Если А1 и А2 взаимно просты, то вот этот идеал – это само кольцо R, и это кольцо R, и это кольцо R. Значит, единица в каждой из этих скобок встречается, и это означает, что, когда мы раскроем все скобки, то, смотрите, почти везде будет множитель из идеала А1. Чтобы не было множителя из идеала А1 нигде, надо, чтобы мы брали А2, А3 и так далее, А1. Значит, вот такое равенство верно. Мы получили, что идеал А1 взаимно прост с произведением остальных идеалов. Ну и, собственно, А2 взаимно прост с произведением остальных, и тогда любой из идеалов взаимно прост с произведением остальных. Это равенство означает, что существует элемент из А1, который при вот таком гомоморфизме переходит в единицу и все нули. То есть, один представим в виде суммы А1 и какого-то элемента, и вот этот самый элемент принадлежит всем А2 и так далее и так далее, потому что он принадлежит произведению. Произведение идеалов содержится в каждом из этих идеалов. Значит, при вот таком вот гомоморфизме, когда мы факторизуем по А1, по А2 и так далее, по А1, альфа-1 переходит в единицу 0,0,0,0 и так далее. Точно так же строим элемент А2, который переводится в 0,1, 0,0,0,0,0 и так далее, и так далее. И, разумеется, если у нас такой элемент есть, то можно его умножить на любой элемент из кольца R, получить здесь любой нужный нам, и здесь то же самое. И получается, что ПСИ – это, конечно же, сюръекция. Ядро ПСИ состоит в точности из элементов, которые лежат во всех идеалах, потому что, чтобы какой-то элемент перешел в 0, он должен перейти при каждом из гомоморфизмов в 0. Ядро ПСИ – это пересечение идеалов А1, А2 и так далее, А1. Давайте докажем, что пересечение – это в точности произведение. Вообще для любых идеалов это вовсе не обязательно так. А здесь это так. И на этом китайская теорема об остатке будет доказана, потому что как раз ядро пересечения, а мы докажем, что пересечение совпадает с произведением этих идеалов. Докажем индукции по N. Сначала N равно 2. Поскольку идеал А1 и А2 взаимно просты, то можно взять по одному элементу, А1 и А2, сумму, которая равна будет единице кольца. Тогда любой элемент из пересечения расписывается как А умножить на А1 плюс А2. Поскольку А принадлежит пересечению, тот принадлежит А2. И значит это принадлежит А2 умножить на А1. Из пересечения, значит принадлежит А1, значит это принадлежит произведению А1 умножить на А2. Таким образом, любой элемент из пересечения принадлежит произведению. Поскольку произведение очевидным образом лежит и в А1 и в А2, то оно лежит в пересечении. Для двойки мы утверждение доказали. Теперь индукционный переход. Предположим, что для некоторого Н мы доказали. Посмотрим для Н плюс А1. Нас интересует пересечение попарно-взаимопростых идеалов А1, А2, АН и так далее, АН плюс 1. Но для Н мы все знаем. Значит пересечение А2, А3 и так далее, АН плюс 1, можно заменить на произведение. Заменили. Давайте вспомним, что мы уже знаем про идеал А1 и вот это вот произведение идеалов А2, А3 и так далее, АН плюс 1. Мы знаем, что идеал А1 взаимно прост с произведением, ну правда здесь написано Н, там Н плюс 1, но ничто бы не мешало здесь написать еще одну звуку. И таким образом мы получаем, уже рассмотрим случай, у меня здесь идеал взаимно простой с идеалом А1. Пересечение двух взаимно простых идеалов, как мы уже уже объяснили, равняется их произведением. Пересечение двух взаимно простых идеалов совпадает с их произведением. Таким образом, адаптационный переход обоснован и китайская теорема об остатках полностью доказана. Субтитры создавал DimaTorzok